Рассказ «Служанки» впервые увидел свет в 1985 году и с тех пор стал одним из наиболее популярных романов «Антиутопии». В 2017-м Netflix снял одноименный телесериал по мотивам книги, который принес стриминговому сервису многомиллионную аудиторию и премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». А второй сезон телешоу посмотрели уже вдвое больше зрителей, чем первый. Потому автор произведения решила подарить читателям продолжение «Антиутопии». Повествование романа под названием «Заветы» ведется от лица трех героинь, а действие происходит спустя 15 лет после событий первой части. Служанки из произведения стали символом борьбы за права женщин. Сейчас на различных акциях протеста все чаще можно видеть женщин в красных плащах и белых головных уборах, которые идут, склонив головы, как в сериале «Рассказ служанки». Как считает сама Маргарет Эдвуд, события, описанные в книге, с каждым днем все больше напоминают реальность. Все, кто работал над сериалом, который начали снимать в начале сентября 2016-го, проснулись утром 9 ноября, ощутив себя в другом мире. Не то, чтобы сам мир изменился, но правила игры в этом мире изменились. И мы уже знали, что зрители теперь будут воспринимать этот сериал совсем по-другому. Поэтому вместо фантазии «Ха-ха!» этого никогда не случится. Это стало намного ближе к реальности. Книга «Заветы» уже получила множество положительных рецензий и номинацию на престижную Букеровскую премию. Тем временем в Лондоне зрителям представили фильм, снятый по мотивам не менее популярного сериала. Многомиллионная армия поклонников культового телешоу «Аббатство Даунтон», последний сезон которого вышел 4 года назад, наконец дождалась полнометражной картины. События фильма разворачиваются вокруг предстоящего визита короля Георга V и его супруги Марии в особняк семейства Кроули. Однако грядущий праздник омрачается слухами о том, что кто-то из обитателей или гостей роскошного аббатства Даунтон готовит покушение на короля. На красную дорожку на премьере вышли любимцы публики – Элизабет МакГоверн, Джим Картер, Мишель Докери, Лара Кармайкл и другие актеры. Я не ощущаю какого-то чувства ответственности. Я надеюсь, что фильм станет успешным, он действительно понравится зрителям. Ведь все последние 4 года после того, как закончился сериал, мы чувствовали энергию фанатов, которые только говорили, должно быть продолжение. Сериал просто должен стать фильмом. Широкий прокат фильм выйдет 12 сентября. Шлем Дарта Вейдера, который носил актер Дэвид Проус, сыгравший кинозлодея в фильме «Империя наносит ответный удар», очки Гарри Поттера, костюмы Кейт Уинслета, Леонардо Ди Каприо из «Титаника» и другие предметы со съемок культовых голливудских фильмов уйдут с молотка на аукционе в Лос-Анджелесе, который состоится в конце сентября. За шлем Вейдера организаторы планируют выручить от 250 до 450 тысяч долларов. А вот за камеру режиссера Джорджа Лукаса потенциальному покупателю придется раскошелиться как минимум на 625 тысяч долларов. Стартовая цена круглых очков в металлической оправе, которую носил Дэниел Редклифф в фильме «Гарри Поттер и флософский камень» составит 30 тысяч долларов. Из других значимых лотов следует отметить луноход Джеймса Бонда из картины 1971 года «Бриллианты навсегда» и черно-белое платье «Сарафан» Джуди Гарланд из фильма 1939 года «Волшебник страны Оз». Всего аукцион включает 940 лотов. В Париже вечером в понедельник состоялся эксклюзивный закрытый концерт Taylor Swift «City of Lover», на который было невозможно купить билеты. Все 2500 зрителей из разных стран мира выиграли поездку на шоу с помощью розыгрышей в интернете и на теле и радиостанциях. Французская столица стала первой остановкой на пути гастрольного тура певицы в поддержку выхода ее нового альбома «Лавр», который уже установил абсолютный рекорд в Китае. Песни с новой пластинки собрали и в Поднебесной более 1 миллиона прослушанных в течение первой недели с момента выхода 30 августа.